Всем привет! Сломался поворотный механизм для управления горизонтальными жалюзи. А именно, сам крючок. Вот так он выглядит. Такие механизмы продаются отдельно, но в нашем городе таких днём с огнём не сыщешь. Поэтому буду разбирать, моделировать и печатать. Разбираем корпус червячной передачи. Сначала использую скальпель, а затем пластиковую карту. Некоторые подобные механизмы разбираются при помощи винтов. В данном случае используется соединение шип-паз. Аккуратно по периметру разъединяем две половинки. Ну вот, всё я разобрал. Ну вот, всего лишь два штырька. Вот на этих двух штырьках оно и всё держится. Червячная передача состоит из вращающегося винта, называемого червяком, и червячного колеса. И теперь надо смоделировать вот эту штуку. Моделировать буду в программе Fusion 360. Посмотрим, как создавалась деталь. Теперь расскажу про основные моменты. Деталь состоит из трёх частей. Крючок, червяк и декоративный цилиндр. Так было сделано из-за особенностей трёхмерной печати. Вращающийся винт с цилиндром будут печататься вертикально, а крючок горизонтально. Сложнее всего было сделать подходящие зазоры. Необходимо, чтобы детали плотно вставлялись друг в друга. Для червяка я сделал плавное изменение размера. В начале смещение составляет 0,22 мм. А в конце 0,20 мм. Таким образом, крючок должен надёжно зафиксироваться в червяке. Цилиндр сделан с зазором 21 сотка. Пару слов о создании червяка. Сначала был создан эскиз внутри цилиндра. Таким образом, резьба будет плавно из него выходить. Для создания винта воспользуемся инструментом Койл. Тип построения я выбрал по высоте и шагу резьбы. Height and Pitch. Диаметр 3 мм. Высоту я сделал немного больше, чтобы можно было плавно завершить резьбу. Шаг резьбы на оригинальной детали 2,4 мм. Треугольное сечение снаружи. У нас радиус 1,5 мм, а я сделал размер секции 1,7. Две десятки срежется и будет то, что надо. Ну, в общем-то, всё готово. Если кому понадобятся эти 3D модели, то напишите мне об этом в комментариях. Экспортируем модели в формат STL и можно начинать печатать. Печатать буду из PLA пластика от компании FD-Plast. Он твёрдый, прочный и скользкий. И ещё у него хорошая межслойная адгезия. Также он стоек к истиранию, что делает его вполне подходящим для этого проекта. Тем более механическая нагрузка будет небольшая, как и температура эксплуатации. Перейдём к настройкам. Высота слоя 1,1 мм. Особенно важно очень качественно напечатать винт. Для остальных деталей такая маленькая высота слоя не обязательно. Количество линий стенки 3, слои крышки и дна по 4. Заполнение между стенками везде. Печать тонких стенок включена. Настройки шва вот такие. Плотность заполнения 100%. Сопло стол 215-80. У меня только такие значения выдают нормальный результат. Скорость я включил 30 мм в секунду. Настройки перемещения вот такие. Охлаждение 100%. Поддержки тут не нужны. Тип прилипания к столу для червяка лучше всего кайма. Для остальных можно включить юбку. Кайма только снаружи. В специальных режимах я изменил настройки последовательности печати. Теперь каждая деталь будет печататься отдельно. Для этого нужно сначала правильно настроить параметры головы в настройках принтера. Посмотрим как будет напечатан червяк. Все нормально, приступаем к печати. Печатать буду на 3D принтере JG Aurora A5S. Обзор есть на канале, подсказка справа вверху. Также оставлю в описании ссылку на этот принтер. Штатного обдува детали недостаточно. Как видите, из-за перегрева немного загибает углы. Особенно это ощутимо на мелких деталях. В принципе, при такой скорости можно было поставить температуру чуть меньше. При более низкой температуре и большей скорости наблюдались щелчки экструдера. Это происходит из-за недостаточного охлаждения радиатора хотенда. Короче, кулеры улитки уже в пути. Заменю охлаждение и посмотрю, что из этого получится. Все детали распечатались, но перед сборкой нужно проверить, как работает вращающийся винт. Вроде бы все нормально, и теперь можно приступить к сборке. Сначала одеваем декоративный цилиндр, а затем вставляем крючок в червяка. Держится надежно. Обойдусь без клея. Начнем сборку механизма. Сборка удалась. Получилось здорово. Червяк отлично входит в зацепление с червячным колесом. Теперь попробуем, как будет работать с палочкой. Все легко и замечательно крутится в обе стороны. Механизм установлен на жалюзи и работает хорошо. Кстати, если вдруг у вас что-то не получилось с размерами, то можно взять небольшой кусочек пластика и использовать его как уплотнитель. Лишнее убрать кусачками. При таком способе тоже держится очень хорошо. Пожалуй, на этом все. Благодарю за внимание. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»